Дети в интернете. В областной библиотеке открылась необычная интерактивная выставка. Школьники, проходя увлекательный квест, узнают об опасностях и рисках, которые могут подстерегать их в глобальной паутине. Проект направлен на повышение информированности и образованности детей, родителей и учителей, о потенциальных рисках при использовании интернета, путях защиты от сетевых угроз и полезных возможностях глобальной сети для образования, развития, общения и досуга. Гулять по сети и не поймать вирус может далеко не каждый взрослый. А при условии, что дети осваивают глобальную паутину, по статистике начинают в 6-7 лет, следить за тем, что они посещают и что читают, нужно особо внимательно. Интерактивная выставка «Дети в интернете» – красочный квест. После входа в сеть дети и родители попадают в череду ситуаций, которые в виртуальном мире могли нанести вред и компьютеру, и психике ребенка. Ксения Игнатова выходит в сеть не только за общением с друзьями, но и на поиски материалов для вне классных презентаций и электронных книг. В свои 13 лет знает практически все о рисках в Рунете. Цель этой выставки – показать, что интернет может быть и опасным, и безопасным. Надо выбирать сайты и не попадать на разные вирусы. Вот там даже был стенд, где было нарисовано, если бесплатная игра скачать, надо набрать свой номер телефона. И что выберешь? Наберешь номер и скачаешь, либо закроешь сайт. И что ты выберешь? Я бы выбрала закрыть сайт. Один из ведущих телекоммуникационных операторов России и стран СНГ МТС придает большое значение вопросам защиты школьников от негативного контента и мошеннических ресурсов. Специально для блокировки ненужной информации МТС предлагает установить программу «Родительский контроль». «Родительский контроль», так называемый, там есть более 80 фильтров, которые позволяют спокойно папе или маме настроить то, что он хочет для ребенка, то, что нужно для ребенка. То есть необходимый мультик, необходимая программа, необходимые ресурсы, но только чистые. Это чистый контент, это без всякого рода тяжелых сайтов, сайтов взрослых, сайтов с какой-то агитацией нездоровой, сайтов на цель, на всякий серый контент, который нам не нужен. Выставка МТС «Дети в интернете» с 2011 года посетила несколько десятков городов. И вот познавательные стенды и мультимедийная полоса препятствий расположились в стенах детской библиотеки. Сюжетная игра учит детей развиваться, читать и общаться, без опасности подхватить вирус. Проект «Чем хорош» помогает и родителям, и самим детям, по крайней мере, хотя бы задуматься об этой проблеме, потому что понимания даже, может быть, нет в комплексе вот этой большой беды, которая от этого доступа существует. Интернет-ликбез полезен не только малышам, но и их родителям и учителям. Для взрослых представлены помощники, так называемые фильтры, которые после установки блокируют ресурсы с нецензурной лексикой, взрослыми картинками или азартными играми. Подробнее узнать о проекте можно на сайте safety.mts.ru или посетив детскую библиотеку. Выставка будет открыта до 6 апреля.